И всем привет ребят, с вами мистер Ваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас новый игровой интересный видеоролик, который посвящен новому устройству, устройству адреналин. Сегодня уже у нас первый полноценный тест данного устройства произойдет на Hornet на рикошете, играть я буду с защитником, не буду я сегодня экспериментировать сразу и с адреналином и с кризисом. Надеюсь на вашу поддержку, если вам нравятся подобного рода видеоролики, обязательно не забывайте прожимать лайк, не забывайте подписываться на канал, если еще до сих пор не подписаны. Ну и также нажимать на колокольчик. Сегодня потестируем данное интересное сочетание, посмотрим насколько грамотно и качественно работает новый дрон, вернее не дрон, а устройство адреналин в двух, может даже трех матчмейкинговых катках, ну а потом уже выскажу свое мнение. Честно говоря, особо глобально я не тестировал данное замечательное и интереснейшее устройство, скатаем сегодня одну катку в CTF и одну катку в контроле точек. Надеюсь на нормальные, адекватные, замечательные карты и что у нас все в этих картах довольно неплохо получится. В чем же фишка данного устройства, я думаю, что многие ребята не знают, поэтому скажу вкратце. Данное устройство у нас повышает количество урона вашей пушки в зависимости от того, насколько много хп вы имеете. То есть чем меньше хп вы имеете, тем больше урон у вас получается с данным интересным устройством будет на определенной пушке. Будь там рикошет, смока и так далее, короче. Самое выгодное использовать данное устройство, как по мне, на тех пушках, на которых вы играете на постоянной основе без каких-либо устройств. То есть вы по сути ничего не теряете, если вы не тратите свое здоровье, да, то есть например на полном хп вы наносите урон, да. То есть вы ничего не теряете, вы просто наносите полноценный тот самый урон, который вы и всегда наносите. Но вот если у вас хп становится меньше, соответственно урона вы уже с каждым вашим там шариком или с каждым любым выстрелом наносить по противнику будете больше. Соответственно и фармить вы с этого будете больше. По сути ничего у нас вообще на данный период времени по данным устройствам не написано в википедии танков онлайн. А это значит, что по сути данное устройство является абсолютным pay to win. Да, то есть нет у него никаких минусов. Единственный минус это в том, что ну есть пушки, на которых лучше использовать определенные какие-то устройства, нежели использовать данный замечательный адреналин. То есть например тот же вулкан или например тот же твинс, да, то есть где реально жизненно необходимо играть с устройством. Там я бы сказал, что невыгодно использовать данный замечательный адреналин. Поэтому давайте уже больше углубляться в катку, пытаться наносить как можно больше урона по противнику, согласен, что данная карта не совсем замечательно подходит под данный режим и под данное моё замечательное устройство, но по сути урон накидывают, да, тут встречаются периодически игроки с защитниками, не сказать, что у меня получается наносить по ним большое количество урона, но в общем и целом всё должно складываться довольно-таки неплохо. Можно будет попробовать, конечно же, друзья, в дальнейшем протестировать данное замечательное устройство на такой пушке, как Гаусс, я считаю, что с нею тоже будет довольно-таки неплохо играться в любых матчмейкинговых режимах, да, но если вам это, конечно, всё понравится, зайдёт, то мы всё это дело, конечно же, вместе с вами протестируем, посмотрим и может даже это будет как-то использоваться намного эффективнее и интереснее, нежели на рикошете. Но пока у нас не было особо таких прям жёстких моментов, где я бы мог наносить урон по противнику, да, и у противника там, например, была возможность мне сбить какое-то определённое количество здоровья, чтобы я мог уже получать дополнительный урон. То есть практически всегда у меня здесь получается такая ситуация, что я катаюсь на фулл хп и просто наношу урон по противнику, но по сути я ничего не теряю, да, то есть наоборот, когда я получаю дополнительный урон, дополнительные выстрелы, урон становится выше, поэтому в этом плане всё очень даже прикольно и замечательно. Единственный момент, который мне не нравится, это то, что постоянно я наношу урон по каким-то защитникам. Ну вот сейчас вы видите, как шарик рикошета у меня там наносил по 250 уже хпшки, и это выглядело довольно-таки неплохо. Главное, наверное, друзья, выиграть всё-таки эту катку, мы не забываем, конечно же, о том, что мы в данных боях должны цепляться не только за первое место, но и за победу в бою, поэтому будем стараться здесь забрать ещё и победочку. Чуть я в минус не ушёл, я уже думал, сейчас меня ногу. Ну и будем пытаться здесь килять ещё дополнительно противника, вот сейчас по мне будет как раз урон наносить. Можно немножечко покидать хп, ну, пару шариков дал, таких с чуть-чуть повышенным уроном. Можно, конечно, будет, конечно же, конечно же, можно будет, конечно же, ну, вы понимаете, да? Можно будет поэкспериментировать всё это дело с какой-нибудь дальнобойной пушкой, да, не только с гауссом, с теми пушками, на которых вы можете именно жить в той ситуации, если по вам приходит такое большое количество урона, но при этом вы можете выжидать тайминг, да, не прожимать аптечку и за счёт этого дополнительно нагибать противника. Если у меня это будет получаться реализовывать, понятное дело, что рикошет не совсем замечательно подходит под такой стиль игры, да, то есть на 0 хп там жить, сдалека наносить урон, и вы всё-таки сближаетесь, да, с противником средняя-ближняя дистанция, постоянно именно на такой дистанции вы наносите урон по противнику, то, конечно, с каким-нибудь гауссом, рельсуэтом, громом и прочими другими пушками можно будет что-то интересное уже поэкспериментировать в плане того, что вы можете растянуть противника, хоть и не имеете там большое количество здоровья, да, но нанести урона, также с повышенным уроном вы сможете гораздо проще, нежели это будете делать на данной замечательной средней пушке. Остаётся у нас полторы минуты до конца, и 28 точек уже у нас есть захваченных, я надеюсь на то, что сейчас данная катка закончится досрочно, и будет в этом плане всё очень даже замечательно, прожимаем овердрайв, убиваем противника, я на втором месте, ну и, 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 отлично. Забираем 6 звёзд, ну если выливы с премиум аккаунтом, прямки здесь нету, у нас получаем второе место. Сказать, что я максимально круто реализовал сейчас с Хорнаторикошетом данное новое устройство, я бы так не сказал, потому что довольно мало моментов было, где у меня снимали большое количество урона, да, то есть не было таких моментов, где я жил там на хотя бы там третье ХП на своём, и наносил урон, наносил урон, наносил урон, поэтому, возможно, просто пушка не так эффективно подходит, может быть, я ещё не привык, вы сами понимаете, что я не особо тестировал данное устройство, да, у меня нету какого-то там сверхбольшого опыта, но вот сейчас, например, урона довольно неплохо получилось, там наносить по 800 за шарик давал по противнику, потому что ХП у меня было довольно-таки мало, ну здесь уже противник переворачивает, Гаусс отличный тайминг выдаёт, я улетаю в минус. Попытаемся выиграть данную катку, очень хороший, если честно, бой может сейчас получиться у нас, я считаю, что платошка отлично подходит вообще для захвата флага, для и для харька любого, да, реализовать его одно удовольствие, поэтому постараемся что-то здесь придумать, реализовать, может быть, что-то интересное у нас здесь и получится, ещё бы не сливался бы, я так часто и наносил бы дополнительный урон, было бы вообще великолепно, сейчас там по резисту по 450 урона проходило, когда у меня было мало ХП, это, конечно, очень даже круто и достойно. Так что давайте пытаться, 0-0 пока у нас счёт, давайте вылетаем сейчас на вражескую базу, там Хантера Рикошет какой-то замечательный стоит, надеюсь, что он мне особо много урона здесь не несёт, давайте-давайте-давайте сливаем его, теперь уже можно двигаться быстро по Центрику, надеюсь, что мои тиммейты меня подстрахуют, да, Хури Артовод, аптечки нету, вот, да, давай, Хантер, давай, Хантер, давай, друг, давай, друг, я в тебя верю, давай, дружаня, давай, давай, ты сможешь, друг, хорош, красавчик, лучше просто супер реализовал своё замечательное вооружение данный игрок, но я в свою очередь прожимаю овердрайв и просто ухожу на резку, хорошо, хоть овердрайв не веселился, но пока мне вот на этой катке больше нравится, если честно, играть на рикошете, понимая то, что у меня там где-то пол хп остаётся, я наношу намного больше урона, мне это, конечно, приносит больше удовольствия, не сказать, что это, конечно, сверхжёстко чувствуется, да, не то, что там прям реально дико большой урон, дико большого урона нету, но всё-таки есть какой-то определённый плюс, там даже на 100-200 урона вы больше наносите и, соответственно, на одну секунду, там, на две секунды быстрее сливаете противника и в каких-то определённых моментах этот микроэпизод может уйти в вашу пользу, хотя, по сути, да, если бы у вас бы не было такого устройства, то и могло и не получиться так, что вы сольёте так быстро противник, да, вы сами понимаете, что вот, например, сейчас этот бы хорнета, ой, дико хорнета, говорю, дико гаусс бы мог не уйти на респ за пару секунд, а я бы наносил урон по нему подольше, но у меня было не такое большое количество здоровья, соответственно, урона было больше, которого я наносил с этим адреналином и уносил, может, даже на один-два шарика быстрее противника, поэтому в каких-то моментах это играет свою существенную роль, да, может быть, если вы будете играть в командных боях, да, то есть вместе с своими напарниками, не просто с рандомом в матчмейкинге, это будет ещё больше чувствоваться и более приятно будет в каких-то определённых моментах, ну а здесь просто довольно тяжело вообще, в принципе, замечать ту самую приоритетность, да, то самое преимущество дополнительное, которое у вас есть с данным замечательным устройством, но ведём мы в катке 2-0, а, нет, 2-0, говорю, 1-0 мы ведём, урончик ещё, ух, под 0 хп, хорошо, сейчас понаносил, если бы ещё бы там не было бы у диктатора аптечки, не было бы фул расходки, ещё бы больше бы накидал, было бы вообще просто замечательно, ладно, давайте прожимаем овердрайв, ну и потихонечку-потихонечку двигаемся, я думаю, что на увозик, на увозик, может, сейчас тут ещё понакидываем, о, пол хп, вот сейчас, вот с таким количеством хп жить, вот просто супер, по 800 за шарик, да, не по 650, а по 850 за шарик, офигеть, это жёстко, это жёстко, это жёстко, это жёстко, так, попытаемся уехать, ну и, как вы видите, на рикошете тоже урон немножко рандомен, то есть он может падать в разбросе на 100 урона, да, если я не ошибаюсь, то есть либо вы наносите там по 600-650, либо по 800, да, то есть там тоже есть разброс, поэтому моментами такие есть ощущения, как будто у вас даже данное устройство на адреналине особо преимущества никакого не даёт. Две минуты до конца, бой мы выигрываем, я на первом месте, всё в этом плане вообще очень хорошо и замечательно, мне даже, если честно, это всё нравится, ну вот, видите, по 800 урона, ну тут уже хп начинает у меня падать, соответственно, урона я уже наносил тоже больше. Особо не получается увозить здесь флаги, противник дефит, но хотелось бы немножко по урону ещё понаносить, может что-нибудь получится у меня здесь, если дополнительно понаношу урона, хорна-коррельца, ой, немножко помешал, говорится ли в данном диктаторе, хоррельца просто супердрама, я не понимаю, зачем игроки сидят в дефе, да, потенциально сидят в дефе, когда они по счёту проигрывают 1-0. Друзья мои хорошие, понимаю, что сейчас в игре у нас фонды x3, там и всё дела, но вы проигрываете, вы проигрываете, алё, гараж, едьте в атаку, дайте я ещё у вас флаг увезу, так неинтересно, если честно получается, так, пол хп, сейчас бы на пол хп бы пожить, но на её за аптечку, потому что иначе дальше я уже ухожу точно на респ, пытаюсь наносить ещё дополнительный урон, о, хорош подбор, может быть, улечу, может быть, может быть, может быть, давай, 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 пулдаун уже пошёл, Хантера Рик наносит урон, ааа, нет, 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 зачепился, 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 живи, 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 хэштег, живи, хэштег, живи, хэштег, живи, ну, тиммейты, я надеюсь, что они помогут мне, нет? О, боже, как можно было в той простой, легчайшей ситуации не подобрать флаг и не доставить его, я не знаю, друзья, На 30 секунд до конца катку мы выиграли. И меня это, конечно же, не может не радовать. В данном эпизоде так точно. Еще бы чуть-чуть дополнительного опыта набрал. Было бы, было бы, было бы, было бы просто супер круто и супер эффективно. Ах, не успел добить. 5 секунд до конца. В общем и целом, друзья, если подводить итоги, да, то есть, несмотря на то, что я тут забрал свои первые места, я мог бы их и так забрать, да, ни для кого не секретно, что там, ну, то есть, на каком-нибудь там вулкане у меня бы получалось бы набивать, скорее всего, еще больше опыта, да. Но, если подвести итог с данным адреналином, да, что я могу сказать вообще в принципе в целом? На пушках, на которых вы играете практически всегда без устройств, данное устройство имеет смысл быть. Потому что у него на данный период времени нет никакого абсолютно минуса, да, то есть, имеется только дополнительный плюс. Если у вас меньше здоровья, чем фулл хп, у вас урон постепенно становится больше, да, то есть, чем меньше хп, тем больше урон у вас на пушке. Минусов нет, одни только плюсы. Соответственно, на тех пушках, на которых вы играете на постоянной основе без устройств, использование адреналина имеет огромный смысл. Вы будете получать дополнительный опыт, дополнительный буст в каких-то определенных моментах, возможно, за счет этого вы сможете выиграть какой-то микромомент в свою пользу, и за счет этого там поставить флаг, захватить дополнительную точку, там, или еще что-либо, и, соответственно, реализуете дополнительно свое вооружение. Использование данного устройства на таких пушках, на которых вы, по сути, играете с устройствами, да, как я сказал, Vulcan, Twins, там, даже, наверное, та же Jiga, оно, как по мне, не имеет смысла. Хотел бы потестировать в ближайшее время на фрезе, на гауссе данное замечательное устройство, поэтому, если вам нравятся подобного рода видеоролики, да, то есть, если вы хотите, чтобы я продолжил записывать видеоролики с именно адреналином, то, во-первых, напишите в комментариях, какую пушку вы хотите увидеть следующую, да, и корпус, может быть, да, тоже, хоть у меня здесь на этом аккаунте не имеется особо выбора, да, по корпусам, но два средних, один легкий есть, поэтому можно будет что-то интересное придумать, может, там, еще что-то попросить, там, если что, накинут, да. Напишите пушку, корпус, который вы хотите увидеть в следующем видеоролике, если вы заходите в комментарии и увидите какое-нибудь сочетание, которое вы также хотели, можете просто его пролайкать, я пойму, что данное сочетание имеет смысл быть, и стоит его протестировать уже в следующем видосе. У меня, наверное, на этом все. Сказать, что адреналин нужен на данный период времени всем, я не могу, конечно, но, наверное, я просто с ним не играл особо много, я не знаю суперэффективной его использования, да, ну, как его можно вообще максимально жестко использовать, я пока что этого не знаю, и для меня это просто, наверное, еще немножечко непривычно, все-таки я играл в свои первые бои с данным устройством, особо не вшарил, да, то есть по ходу времени, думаю, что мы вместе с вами уже будем все лучше и лучше прогрессировать и лучше разбираться, как более грамотно можно использовать данное устройство. У меня на этом все, всем спасибо, ребят, за просмотр, всем удачи и всем пока.